Придём в редакцию, узнала, что оказывается сегодня день неторопливости, но учитывая, какой у меня был насыщенный рабочий день, спокойным и неторопливым назвать я его не могу, поэтому вот за такой релакс перед эфиром очень благодарна. Ну а через секунду начинаем наш выпуск, расскажем, чем запомнился этот день в регионе. Внимание! Вашей школе бомба! Подобные сообщения сегодня получили сразу 14 учебных заведений Иркутска. Сообщения о минировании поступали в виде письма на электронные почты образовательных учреждений. После плановой проверки ни в одной школе наличие взрывных устройств не подтвердилось. А волна сообщений о минировании коснулась не только областного центра, но и еще нескольких городов страны. О других не менее важных событиях этой среды расскажем вам в ближайшие полчаса в эфире «Новости по будням». Ну а прямо сейчас по традиции короткий анонс основных тем выпуска от наших корреспондентов. Жители одного из садоводств Иркутского района рискуют остаться без воды. Дефицит возник из-за задолженностей по оплате электроэнергии. Я, Данил Сюдов, выяснял, как планируется решать проблему с поставкой жизненно важного ресурса. Жизненно необходимо разрешить проблему высокой аварийности на дорогах при Байкале. Как собираются бороться с растущим числом ДТП на магистралях Иркутска, далее сообщим в рубрике «Автохам». В подробностях расскажем в финале выпуска, что за столбы массово устанавливают по городу Иркутску и какой ручеек, связанный с Россией, запустили в центре Нью-Йорка. И теперь о событиях дня подробнее. Шесть лет тюрьмы за обман длиной в три года. Ангарский городской суд вынес приговор бывшему менеджеру одного из крупнейших банков России. Как мужчине удалось лишить финансовую организацию нескольких десятков миллионов рублей и кто помогал ему в этом, расскажем в первом материале выпуска. Чтение материалов дела подсудимому мало интересно. Он их и так прекрасно знает. Он и есть автор многомиллионной схемы обмана одной из крупнейших финансовых организаций страны. Будучи руководителем отдела продаж ангарского филиала банка ВТБ, мужчина на протяжении трех лет выпускал карты с большим кредитным лимитом. Правда, для несуществующих людей. Изначально для того, чтобы выпустить карту на вымышленное лицо и получить доступ к кредитному лимиту на этой карте, нужно было выпустить саму карту. Для этого нужен был человек. Где взять человека, его придумывали сами. Брали произвольно дату рождения, доход, место работы. Старались, значит, место работы, чтобы совпадало с большими предприятиями города Ангарска, участниками зарплатного проекта. За три года таким образом было выпущено 624 карты, а со счетов банка исчезло более 50 миллионов рублей. Причем откладывал мошенник деньги далеко не на черный день. Жил на широкую ногу, приобретал дорогие часы и автомобили. А еще сделался участницей свою мать. Ее роль в схеме была прописана от и до. Женщина изготавливала подложные паспорта. Она же занималась обналичиванием средств карт в банкоматах Иркутска и Ангарска. А чтобы не выдавать себя, семейный подряд периодически гасил долги по картам минимальными платежами. Но уйти от наказания липовым миллионерам не удалось. Суд приговорил признать Карасова Алексея Владимировича виновного в совершении поступления, предусмотренного на частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Значит, ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в справедливой колонии общего режима со штрафом в сумме 700 тысяч рублей. Мать же бывшего руководителя отдела продаж проведет в тюрьме 4,5 года. Еще одним испытанием для осужденных станет возмещение банку материального ущерба. Даже с учетом уже погашенных долгов вернуть придется около 57 миллионов рублей. Как это сделать? Времени на разработку новой, но уже законной финансовой схемы у мошенников будет в достатке. Павел Желудев, Новости по будням. К сожалению, подобных громких дел о мошенничестве в Иркутской области полно. Почти каждый месяц злоумышленники умудряются обманывать людей и государства на многие миллионы рублей. Доказательства в нашем следующем материале без комментариев. Продолжение следует... Подали правильные примеры и не отвернулись от чужой беды. В Москве медалями за доблесть и отвагу наградили жители Иркутска Вячеслава Дорошенко и Глеба Сизы. В прошлом году они предотвратили похищение школьницы в областном центре. Награду героям вручил лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомним, история с неудавшимся похищением 9-летней девочки произошла в ноябре 2019-го и обсуждалась буквально по всей стране. 16-летний иркутянин Слава Дорошенко, возвращаясь с тренировки, услышал детский крик и увидел, как неизвестный мужчина заталкивает школьницу в машину. Парень не растерялся и позвал на помощь прохожего. Им оказался Глеб Сизых. Вместе им удалось спутать планы преступника. Мужчина высадил девочку и скрылся, но позже был пойман. Такой поступок Вячеслава и Глеба был высоко оценен самыми разными людьми, не остался в стране и Следственный комитет России. Что важно, медаль доблести и отвага чаще всего вручается сотрудникам ведомства. И лишь в редких случаях гражданским лицам это тот самый случай. Случаев гриппа и УРВИ фиксируют в регионе все меньше. Более того, можно сказать, что эпидемия в Иркутской области закончилась. Конечно, о глобальном снижении числа пострадавших от сезонных вирусов пока речи не идет. Просто уровень заболеваемости за последнюю неделю стал ниже эпидемиологического порога на 6%. Ну и такие показатели радуют специалистов Роспотребнадзора и врачей. Ведь нагрузка на последних сейчас колоссальная, особенно у педиатров. Именно у них сейчас больше всего работы за прошедшие 7 дней. Две трети обращений как раз были по поводу болезни детей. Всего же жалобы на симптомы острой респираторной инфекции поступили от более чем 26 тысяч жителей региона. Большинство из заразившихся иркутяне, кстати, в областной столице, уровень заболеваемости тоже стал ниже эпидемиологического. Если говорить конкретно о гриппе, то за весь сезон этот диагноз лабораторно подтвержден у 449 пациентов. Отметим, что еще на прошлой неделе для предотвращения роста числа заболевших временно приостанавливали свою работу 50 школ и 26 детских садов при Байкале. Еще в 35 учебных заведениях и 25 дошкольных учреждениях были закрыты отдельные группы и классы. И такие меры, как показывает статистика, дают результат. Это чуть больше, чем в прошлом году. Но в целом заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 6%. Ну, такая ситуация, в принципе, складывалась и в 2019 году. Особой разницы по показателям заболеваемости не было. Ну, немножко где-то больше, где-то меньше было. Ну, в начале месяца было побольше в прошлом году заболеваемость в феврале. В этом году, наоборот, немножко увеличилась к концу февраля. Поэтому, в принципе, динамика практически одна и та же. И цифры по заболеваемости, они практически одни и те же. Одна, но крайне серьезная проблема не дает покоя жителям дачного кооператива в Иркутском районе. В СНТ овощевод. Люди уже с 1 марта могут остаться без воды. Это при том факте, что ресурс и без того поставляется раз в неделю. Из-за чего в некоммерческом товариществе сложилась такая ситуация, выяснял Даниил Седов. Да вот я набираю флягу, фляжку, 4 бутыля и 2 маленьких бутылки. Это вот мне на неделю. Но это не считая того, что если мне еще нужно привезти в баню, помыться и постираться. Каждая капля воды для Галины Храмченко на вес золота. Женщина живет в дачном кооперативе «Овощевод» в Иркутском районе. Трубопровод в дом не заведен, а получить жизненно важный ресурс можно только один раз в неделю, когда на местной насосной станции набирают полную цистерну. Все согласно графику. Других вариантов получить воду просто нет. А скоро может случиться так, что и этот способ станет для 60 местных жителей недоступным. Нам председатель объявил, что с 1 марта воды не будет вообще. И как жить без воды, и как что делать, я не... Ну, практически все без понятия. У нас ближайшая вода здесь за 3-4 километра. Так почему в 2020 году вопрос снабжения водой стал большой проблемой? Причина в долгах за электроэнергию. Ведь именно она питает насосную станцию. По крайней мере, так местным жителям сказал председатель СНТ. Председатель СНТ «Овощевод» отказался от встречи с нашей съемочной группой. Однако он нам пояснил, что вода с 1 марта продолжит поступать в эту цистерну. Но забирать жизненно важный ресурс из нее смогут только те жители дачного кооператива, у которых нет долгов. Но все оказалось не так просто. Мы обратились в ресурсоснабжающую организацию, чтобы узнать, какова сумма долга жителей садоводства. И оказалось, что никакого долга нет. Вновь выйдя на связь с председателем СНТ, выяснилось, что мужчина планирует ограничить людей в получении воды самовольно. Не просто так, конечно. Передо мной долги. Перед садоводством долги. Если ничего не делается. Но воду же надо качать. Вода не будет выдаваться тем людям, кто не платит членский взнос. Уже два месяца у меня не платят членский взнос. Никто не пришлось. Два человека все оплачивают. Сколько всего должников в СНТ глава товарищества не сказал. Но все они должны заплатить ему по 3200 рублей. Только в этом случае вода будет доступна всем жителям кооператива. Однако законность таких санкций все еще вызывает очень много вопросов. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Услуги ЖКХ удовольствия не из дешевых. В среднем собственники небольших квартир в Иркутске платят за коммуналку в месяц 3-4 тысячи рублей. Сумма весомая, но ее можно легально уменьшить. Как, расскажем в ценном выборе. Цены на коммунальные услуги растут каждый год. Не станет исключением и 2020-й. Традиционная индексация произойдет с 1 июля. Но начать экономить на ЖКХ можно уже сейчас. Например, отказаться от тех услуг, которыми вы не пользуетесь. У вас дома есть радио? А вы его слушаете? Если нет, то отключите радиоточку. Или же коллективную телевизионную антенну. Кто-то ей уже давно не пользуется, но по-прежнему за нее платит. Итак, вы уже сэкономили 150-200 рублей. Сохранить бюджет помогут и счетчики. Если их у вас нет, вы платите за воду по установленному нормативу. А он часто завышен. То же самое с отоплением. Вы собственник солнечной и теплой квартиры? Значит, батареи можно отключить и не платить за обогрев. Вот уже и на 1000 рублей в вашем кошельке больше. Еще один способ сэкономить на ЖКХ – выписать из квартиры непроживающих в ней людей. Ведь за некоторые услуги мы платим, исходя из того, сколько человек прописано на жилой площади. Например, такая схема работает при вывозе мусора. Ну а напоследок совет. Всегда проверяйте квитанции. Это вам позволит не заплатить лишнего. Юлия Шенкарюк. Новости по будням. Поплатились за собственную манеру поведения на дорогах. Иркутская область заняла 11 место в рейтинге регионов страны по количеству дорожных происшествий с пострадавшими и погибшими. В Иркутской области за 2019 год на 100 тысяч автомобилей пришлось 417 ДТП. Что, кстати, на 3% меньше, чем годом ранее. А из тысячи пострадавших в авариях у нас погибает 80 человек. По данным РИА Новости, лидерами нелицеприятного рейтинга являются Республика Тыва, Ярославская и Омская области. В конце списка, соответственно, наиболее благополучными оказались Чечня, Чукотский автономный округ и Свердловская область. В целом же по стране количество ДТП с пострадавшими в прошлом году снизилось чуть больше на 2%, смертность на дорогах уменьшилась почти на 7%. В вопросах безопасности дорожного движения нашему региону еще расти и растим. Хотя позитивные тенденции, например, в областном центре прослеживаются уже сейчас. Так, например, значительно сократилось число аварий на плотине ГЭС. Это произошло после ограничения там скоростного лимита. А на каких еще автомагистралях Иркутска необходимо применять подобные ограничения, узнаете в нашей традиционной рубрике «АвтоХам». Перед Моисеем раступилось море, а перед этой японской иномаркой вынужден расходиться человеческий поток. Все потому, что водитель легковушки встал прямо на пешеходном переходе. И такая ситуация очень характерна для нашего региона. Автовладельцы не уважают пешеходов, те, в свою очередь, думают, что водители должны им всячески уступать. Из подобного недопонимания возникает печальная статистика. 293 человека, которые переходили дорогу в Иркутске, оказались под колесами авто. Это за прошлый год. В году наступившем ситуация пока не меняется. С начала 2020 года в Иркутске и Иркутском районе произошло уже 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых водители допускали наезд на людей, которые переходили в проезжую часть по пешеходному переходу. За моей спиной один из самых опасных участков в городе – это пешеходный переход на Ленина-23. В прошлом году здесь было сбито сразу пятеро человек. Чтобы уменьшить печальный показатель, в областной столице установили шесть камер фиксации нарушений на пешеходных переходах. Они высчитывают пересечение движения пешеходов и автомобилей. Кроме того, на перекрестке Карла Маркса и Горького прямо в асфальтовое покрытие вмонтировали светодиодные ленты, с которыми даже в самую темную ночь издалека видно зебру. Этим новшествам еще предстоит зарекомендовать себя в качестве эффективного средства в борьбе с авариями. А вот ограничение скорости на плотине ГЭС это уже сделало. Итог – всего две аварии с октября 2019 года. Но не камерами и дорожными знаками едиными. Мы выступаем больше за то, чтобы сами участники дорожного движения были взаимовежливыми, внимательными, осторожными. Налажен этот визуальный контакт водитель пешеход. Если человеку все равно, он будет продолжать нарушать скоростной режим и платить штрафы, можно установить еще очень много комплексов фото-видео фиксации. Но если от человека самого не идет, вот эта взаимовежливость, он не думает о других участниках дорожного движения, то это бесполезно. Об этом говорит и то, что в 2019-м около 10 тысяч жителей Прибайкаля были лишены водительских прав. Более 2,5 тысяч – повторно. Многие садились за руль нетрезвыми, для кого-то поездка оказалась роковой. Некоторые городские магистрали нуждаются в ограничении скоростного лимита. Но это же увеличит транспортные заторы и, как следствие, недовольство всех многочасовыми пробками. Но тут уж из двух зол нужно выбрать меньшую. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Но зачастую к авариям на дорогах приводит именно хамское поведение отдельных автомобилистов. Несколько весомых к тому аргументов приведем в нашей традиционной подборке видео с дорог региона. Вот бывает, едешь спокойно и неожиданно лицом к лицу встречаешь грузовик. Так случается, когда водителям большегрузов не хватает терпения и они идут на обгон. Этот шофер совершил маневр прямо на повороте. У машины с регистратором был только один способ спастись – затормозить и уйти на обочину. Хорошо, что автовладелец успел это сделать. Иначе быть беде. Неожиданные появления автомобилей ждут водителей на оживленных трассах. Машина с видеорегистратором едет прямо. Другой участник движения поворачивает направо, согласно всем правилам. Но вдруг на пути появляется автохам. Водитель универсала решил никого не пропускать и вылетел в самый центр перекрестка. От аварии вновь спасла лишь хорошая реакция законопослушного шофера. Автохама можно найти даже на пустой дороге. Водитель спокойно стоит на светофоре и ждет, когда загорится зеленый свет. Однако соседу по потоку на черной иномарке терпения явно не хватило. Мало того, что он проехал на красный, так еще и повернул направо из ряда, где можно ехать только прямо или налево. Что тут сказать? Нарушитель в квадрате. Если и вы стали свидетелем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. На дороге можно встретить не только автохама, в прямом смысле этого слова, но и финансовых нарушителей. То есть водителей, за которыми числятся неоплаченные штрафы. При этом поймать их на проезжей части трудно, поэтому судебным приставам приходится наведываться к ним домой. В ходе последнего такого рейда с нерадивых автолюбителей региона удалось заискать 2 миллиона рублей. И это, вдумайтесь, только сумма штрафа за езду в нетрезвом виде из-за отказа от мета-свидетельствования. Но далеко не все должники смогли оплатить свои грехи деньгами, поэтому приставы наложили 37 арестов на имущество водителей, четверо человек и вовсе лишились автомобилей. Надо сказать, что жители региона в целом неохотно отдают свои деньги государству, только за 2019 год задолжали 117 миллиардов рублей. И это не только штраф за нарушение правил дорожного движения. Чаще люди не платят алименты и налоги, не гасят кредиты и копят долги за услуги ЖКХ. Иногда люди копят долги, потому что им просто не хватает денег на жизнь. Согласитесь, такое случалось со многими. Сегодня мы решили узнать, что в данной ситуации будут делать иркутяне, найдут подработку, займут денег у родных, возьмут кредит или начнут экономить. Ответы прохожих далее. Я буду, наверное, искать подработку, скорее всего. Потому что я привыкла надеяться на себя. Я бы другие способы заработка искал. Но для меня лично есть способы. Но в интернете можно поискать. Фриланс тоже самое. Но отдавать все равно надо будет, если мы займем. Найду подработку. Почему? Мне это гораздо проще. Кредит я не возьму. Я бы нашла вторую подработку. Все варианты абсолютно доступные, думаю, и имеют место быть. Я бы нигде не занимала денег. Жила бы по своим средствам. На свою пенсию заработанную добросовестным трудом. Как мы выяснили в ходе опроса, иркутяне не готовы брать кредит и занимать деньги у близких. Я бы тоже так делать не стала. А лучше бы начала экономить. Юлия Шинкарюк, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Явно не в целях экономии, а, возможно, из более злого умысла. Сегодня утром в питомник К-9 в Иркутске подбросили трех медвежат. С косолапыми, подкидышами и их невольными хозяями встретилась Ольга Харнутова. Ей слово. Коробка вместо берлоги и беспомощные крики о помощи. С сегодняшнего дня эти три медвежонка живут в Иркутском питомнике К-9. К забору учреждения их подбросили рано утром и просто оставили. Чтобы совершить такой поступок, нужно весомое основание. В питомнике предполагают, что, скорее всего, косолапых принесли браконьеры. Я думаю, что стандартная ситуация. Мать убили, охотники. Жалко было убивать медвежат. И содержать их – это целое дело. И поскольку у нас опыт уже содержания есть медведей, подумали, что мы их сможем вырастить. И в питомнике смогут. Благо, опыт есть. Три медведя уже несколько лет являются постояльцами приюта. Держать новых косолапых гостей планируют до следующей весны. А потом выпустят в мир. Первые несколько месяцев уход будет как за малышами. Затем медвежатам создадут условия, приближенные к реальным в тайге. Имена животным давать не собираются, чтобы те на них не отзывались. Этим медвежатам не больше месяца. Их пока сложно отличить друг от друга. И их различать по характеру. Вот, например, тот, что у меня в руках, самый спокойный. Хотя так сразу и не скажешь. Пробую его накормить, а он не дается. Кормят подкидыши сейчас каждый час молоком, которое дает собственная корова в питомнике. Однако скоро такого питания окажется недостаточно. И понадобится корм. В приюте рассчитывают и неравнодушно горожан, которые помогут с приобретением смесей и детского питания. Ольга Харнутова, Андрей Назаров. Новости по будням. Ну а после новостей спорта узнаете о том, как пройдут масляничные гуляния в Иркутске. И в каком американском городе уважают блины, пряники и избитень. Воспитанники братской школы санного спорта в очередной раз завоевали медали международного турнира. На этот раз ребята выступали в составе сборной России на первенстве мира. В итоге серебро соревнований выиграла Диана Логинова в одиночном разряде. Также девушка стала третьей в эстафете. Ну а Михаил Корноухов и Юрий Чирва удостоились бронзовых наград в состязаниях двух местных экипажей. Сразу на двух турнирах отлично показали себя пауэрлифтеры Иркутской области. На первенстве на чемпионате и первенстве России, которые состоялись в Москве, наши спортсмены завоевали сразу 11 медалей. Семь раз ребятам досталось золото, трижды серебро и единожды бронза. Такие показатели позволили сборной региона занять второе общекомандное место по итогам состязаний. Турнир Гранд Байкал Айс Гольф прошел в Листвянке. Организаторы подготовили для участников поле на льду Байкала. Бросить вызов стихии и пройти 9 лунок уникальных соревнований осмелились 50 человек со всей страны. За звание лучшего гольфиста зимних состязаний сражались как мастера, так и новички. Данил Седов, новости по будням. Мастера баскетбола команда Иркут в настоящее время ведет упорную борьбу за медали Суперлиги 2. А насладиться игрой оранжево-черных можно не только на стадионе, но и на нашем канале. Новое телевидение Сибири продолжает транслировать домашние матчи Иркута. Игру против команды из Майкопа, Динамо, МГТУ, которую наш коллектив провел сегодня, любители баскетбола смогут посмотреть в субботу 29 февраля в 17.00. Ответную встречу этих клубов, она состоится завтра, телеканал НТС покажет воскресенье 1 марта в 17.00. Так что, если вы не успели посмотреть игры на стадионе, смело включайте новое телевидение Сибири выходные и наслаждайтесь. Насладиться классическим репертуаром Иркутского драматического театра смогут все жители и гости областной столицы уже в марте. Этой весной старейший театр Сибири отмечает 170-летний юбилей. В честь такого события, начиная с 20 марта, на основной камерной сценах пройдет 7-дневный марафон. В планах показ 11 лучших постановок из репертуара, в которых будет задействована абсолютно вся труппа театра. О других не менее интересных новостях со всего мира расскажем в традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Эта неделя необычная, масленичная. Если еще не приготовили блины, доставайте молоко муку дрожжи и привлекайте весну. А мы будем встречать ее при помощи рубрики «Повесточки», где расскажем о масленице и о блинах. Какой праздник без масленичного столба? Их, кстати, уже начали устанавливать в столице региона. Народная забава появится на 80 площадках города. Именно столько мест для праздничных гуляний подготовят в Иркутске. Однако главной площадкой неизменно будет территорию Дворца Спорт-Отруд. Гуляния там начнутся в воскресенье 1 марта в 13.00. Приходите! А вот в братский вкусный праздник начали отмечать еще 23 февраля. Именно в этот день прошли первые праздничные гуляния. Праздник состоялся сразу на нескольких площадках. На одной главными героями были казачата, на другой центральным действом стал штурм снежной крепости. Мероприятие в честь масленицы продолжится в Братске до конца недели. Всю неделю можно есть блины с маслом, со сгущенкой, с вареньем. Хоть россиянам больше по вкусу не сладкие начинки. Предпочтение жителей нашей страны отдают выпечки с мясом. Это стало известно после исследования, которое провел один из сервисов доставки еды. На второй строчке оказались блины со сгущенкой. Также в пятерку лидеров вошли блины со сметаной, творогом и вареньем. Голосовали за самый вкусный блин почти 3000 человек по всей стране. Кстати, не только в России празднуют масленицу. 25 февраля ее отметили в Нью-Йорке. В Центральном парке Манхэттена звучали русские народные песни. Были организованы традиционные игры и забавы. Самой популярной у гуляющих стала игра «Ручеек». Гостей угощали баранками, пряниками и с бедням, приготовленным по старинным русским рецептам. Встречайте каждый день в отличном настроении. Участвуйте в народных гуляниях и балуйте себя блинами. А мы подарим еще больше хороших новостей. Вот и все, о чем мы успели сегодня рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. Обращения принимаем с 10 утра до 6 часов вечера. Заходите почаще в наши аккаунты в социальных сетях. Там всегда много интересного. Так же, как и на сайте www.ntsdfistv.ru Ну, а я на этом прощаюсь, но помните, мы всегда вместе с вами. Ну, давай, Юля, расскажи, какая начинка для блинов у тебя самая любимая? А я вот люблю с мясом и с красной икоркой. Вообще, за фигурой слежу и мучного стараюсь не есть. Но вот ты так вкусно рассказываешь, я, наверное, приготовлю с творогом сегодня. В масленицу можно, Юль. А потом спортзал нужно, да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok